Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. И обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И если вам нравится такого типа видео, ставьте пальчики вверх. Сегодня у нас будет тег. И тег для меня очень интересный. И думаю, что вам тоже будет интересно послушать. Тег называется «Книжный тег обо мне». В нем 10 вопросов. И давайте приступим. У меня здесь, как всегда, подсказочка с вопросами. Я буду подсматривать и отвечать. Итак, поехали. Первый вопрос. Читать только трилогии, серии книг или же отдельные произведения, не относящиеся к какой-либо серии? На самом деле, все вместе. Если это целая серия книг одного писателя на одну и ту же тему, например, Чейз или Агата Кристи со своими детективами, то я всегда читаю от первой книги к последней книге. Если, соответственно, эта серия у меня есть. Если это какой-то, допустим, роман в трех частях, например, как «Война и мир», то тогда я читаю подряд те тома, которые идут в этой книге, в этом произведении. Ну, а если это одиночная книга, то читай одиначную книгу. В принципе, я никогда не мешаю. Я имею в виду, что если книга состоит из трех частей, то я читаю каждую часть после предыдущей. Не люблю перемешивать произведения и читать одну часть, другую часть. В общем, читаю последовательно. Надеюсь, вам понятно. Второе. Читать только авторов мужчин или авторов женщин? Ну, до недавнего времени я читала только авторов мужчин. Как-то вот были они мне ближе. Но я попробовала, скажем так, современную детективную литературу в авторстве женщин. И, в принципе, некоторые могут хорошо писать. Я имею в виду прозу. Если иметь в виду стихи, то я читаю и мужчин, и женщин. У меня есть любимые и женщины поэтессы, и мужчины поэты. Но вот в плане прозы, то есть для меня изначально были интересны мужчины, а сейчас я уже читаю и женщин тоже. Третий. Покупать книги в книжных магазинах или только онлайн? На самом деле, бывает так, что я, ну, допустим, иду из метро, и там есть книжные развалы, где книжки продаются от 3 до 100 рублей, от 30 до 100 рублей, и можно найти интересную книгу. Я могу в таком роде купить книгу. А могу купить и в интернет-магазине, и в последнее время довольно часто я покупаю в интернет-магазине, онлайн. В принципе, это удобнее, но цены там, конечно, сказочные. Вот. Когда есть немножко денежек, то я заказываю книги онлайн. Но сейчас больше онлайн, потому что на улицах стали убирать эти развалы книжные. И, в принципе, уже не так много мест, где можно найти хорошие книги, пусть и б.у., но за копеечную цену. Вот. Ну, в принципе, в любом месте могу покупать. И в том числе в книжных магазинах тоже, когда бываю рядом где-то. Четвертое. Снимать по сюжетам книг-фильмы или исключительно сериалы? Ну, это такой спорный вопрос, даже не к читателю, наверное. Наверное, сериалы по книгам я никогда не смотрела. А если и смотрела, то я не знала, что они снимались по книгам. Наверное, единственный сериал, который я смотрела по книге, это «Под куполом» Стивена Кинга. Но когда я его смотрела, я понятия не имела, что есть такая книга. И я узнала об этом уже после того, как я посмотрела сериал. Задолго после того. Вот. А в плане, что лучше, фильм или сериал? Ну, вот я даже не знаю. Я прочитала «Девушку в поезде», потом посмотрела фильм. Фильм был неудачным, книга мне понравилась больше. Точно так же могу сказать про Джейн Эйр. Книга мне понравилась больше. Фильм вообще не зашёл. Там много чего накрутили лишнего. Сериал зачастую более затянут, более вот такой жёванный. На одном месте всё трётся, нежели ты прочитал книгу. На самом деле мне всё равно, как это делают режиссёры. Я читаю книгу и как бы снимают по ней сериал или фильм. Мне на самом деле всё равно. Главное, чтобы ничего не выдумывали лишнего. И если уж используют в основе какое-то произведение, то чтобы оно действительно лежало в основе, а не было там всё перевёрнуто с ног на голову. Пятое. Читать пять страниц в день или пять книг в неделю. Ну, если так кардинально выбирать, то пять страниц в день. Потому что пять книг в неделю, во-первых, ну, мало кто это осилит. Да и, в принципе, некогда такое количество. Ну, это если ты целый день, если ты в отпуске, там где-то сидишь на даче или на пляже, ты можешь себе позволить с утра до ночи читать одну книгу. И больше ничем другим не заниматься. Лучше пять страниц в день. Ты просто отвлекаешься на какое-то время, погружаешься в историю. Шестое. Быть профессиональным критиком или талантливым писателем. Ну, талантливым писателем. Критиком может быть любой, а вот писателем не каждый. Седьмое. Читать только новые книги или постоянно перечитывать 20 любимых произведений? Нет, ни то, ни другое. Я иногда, ну, если относительно ко мне, да, вопросы все-таки обо мне. Я люблю и какие-то любимые произведения перечитывать, но я, как правило, перечитываю где-то раз в год, наверное, потому что со временем они все-таки немножко стираются и забываются. Поэтому, ну, где-то раз в год, раз в два года можно перечитать любимые произведения. У меня их не так много, поэтому я их не так часто перечитываю. Но в то же время и новые книги я тоже люблю. То есть я люблю что-то новое почитать, каких-то новых авторов, что-то необычное, что-то вот такое, что мне интересно сейчас. То есть, как бы, ну, я не разделяю. У меня для каждой книги найдется время. Восьмое. Работать библиотекарем или продавцом книг? Конечно, библиотекарем. Ну, тут даже вообще... Вообще нет, как бы, ну, нету никакого этого самого приоритета. Конечно, библиотекарем, вы что, это же... Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, продавец книг, это ты просто продаешь. Тебе говорят, какую хочешь, какую человек хочет, и вот вам суют деньги, и ты просто продаешь. Потому что ты... Ну, нет вот этого вот... Знаете, как есть фильм такой, библиотекарь? Вот посмотрели бы вы его. Когда ты библиотекарь, ты в некотором смысле как бы в какой-то вот этой вот книжной истории, что ли. То есть ты часть этой истории, и ты ее хранишь, и ты ее передаешь. Не знаю, библиотекарь – это нечто большее, нежели продавец книг. Девятое. Читать книги только вашего любимого жанра или произведения всех жанров, кроме предпочитаемого вами? Странные вопросы все-таки. Я люблю в основном... Нет, в основном, конечно, моего любимого жанра. Это приоритет. Но произведения иных жанров я тоже могу читать. Иногда мне что-то интересно, и я отвлекаюсь от любимого жанра и погружаюсь в другой жанр. Но тогда, когда я читаю другой жанр, свой любимый жанр, он остается... как бы лежит до поры до времени. То есть я не смешиваю. Иначе в голове все перепутается. И последний вопрос. Такой сумбурный тег получился. Читать только бумажные книги или только электронные? Исключительно бумажные. Я попробовала однажды читать электронную книгу. Где-то страниц, наверное, 20 я прочитала. Я больше не могла это терпеть. И в итоге я купила ее в книжном варианте. И она лежит у меня на полочке. Готовится. Скоро буду читать. Так что только книжные. Я люблю вот этот вот запах свежей книги. Даже если она уже бывшая в употреблении, вот эта книга, которая несет в себе какую-то историю жизни, что она была в чьих-то руках, в чьей-то семье, ее передавали из поколения в поколение. Или как-то она прожила какую-то жизнь. Либо она новая, только что рожденная книга. И свежие вот эти вот печатные страницы, шелест страниц. Я люблю читать бумажные книги. Это целая церемония. Поэтому исключительно бумажные с электронными книгами я никак не подружилась. Вот. Был такой тег. Надеюсь, что интересный. Потому что вопросы мне показались очень сумбурными. И как-то я была в ступоре. То есть они такие критичные. Либо одно, либо другое. Но у меня так получается, что я не могу выбрать одно и другое. У меня и то, и другое. Вот. Но думаю, что было интересно и понятно. Если что, какие-то вопросики возникли. По данным 10 вопросам. То оставайте их в комментариях. И я с удовольствием отвечу. Ставьте пальчики вверх, если вы досмотрели до конца. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok